Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Закончив разговор о политических событиях 13, 14, 15 и даже начала 16 веков, мы с вами должны сказать о развитии нашей русской культуры. История культуры это тоже важная часть истории нашей страны, поэтому сегодняшняя лекция у нас будет посвящена культуре России. В 13, 14, 15 веках период, когда Русь испытывала очень сильное ордынское влияние, и не только на политических и экономических, но и на культурных событиях это тоже весьма и весьма отразилось. Каковы же были особенности культурного развития России и Руси в 13, 15 веках? Очень мощный удар по русской культуре нанесло сначала Батыево нашествие, а потом долгое, почти 250 лет, ордынское владычество на Руси. И во время похода хана Батыя, и во время многочисленных ордынских ратей более позднего времени, горели русские города, камнеметные машины ордынцев, знаменитые пороки, разрушали каменные монастыри, церкви в русских городах, превращались в пепел рукописи, содержавшие ценные русские летописи и сказания. Многие города после мордынского нашествия просто перестали существовать, как это, например, произошло со старой Рязанью. Нынешняя Рязань это совершенно другой город, который стоит на новом месте. Рязанским великим князьям пришлось перенести столицу из разрушенной монголами Рязани в новый город Переославль-Рязанский. А культура на Руси была в основном культурой городской в тот период. Уничтожая города, монголы уничтожали, конечно, и русскую культуру. Ордынское владычество тоже оказало немалое влияние. Для ордынских ханов было обычным явлением угонять в Орду для постройки ордынских городов русских мастеров, русских художников, русских деятелей культуры. Неудивительно, что после монгольского нашествия у нас практически полностью разрушены некоторые древние памятники русского зодчества. Так, например, была разрушена знаменитая Десятинная церковь в Киеве, первая каменная церковь, построенная на Руси. Исчезают целые жанры в искусстве. Так, например, после монгольского нашествия на Руси больше не используется такая технология живописи, как мозаика. И восстановят технологию мозаичных полотен только уже в 18 веке стараниями Михаила Васильевича Ломоносова. Характерной чертой русской культуры того времени стало сокращение почти до нуля каменного строительства. При восстановлении русских городов каменные постройки не возводились. И только в самом конце 13 века на северо-западе Руси, в новгородской земле, которая в меньшей степени была затронута монгольским нашествием и монгольскими ратями, возобновляется каменное строительство. В первую очередь, конечно, строительство храмовое. Тем не менее, наши ученые-историки отмечают, что процесс централизации, процесс собирания земель вокруг Москвы, начавшийся в 14 веке, подтолкнул к подъему и русскую культуру. Конец 14-15 век это постепенный подъем русской культуры, когда у нас на арену выходят такие замечательные ее деятели, как, например, Феофан Грек или Андрей Рублев. Очень мощным толчком для развития русской культуры стали серьезные связи с Западом, которые возникают в ходе 15 века. Скажем, великий московский князь Иван III активно приглашает на Русь многочисленных итальянских мастеров, которые не только отливают пушки для воинства Ивана III, но и строят церкви, строят крепости, занимаются колокольным делом, отливая колокола для русских церквей. В конце концов, печатают монеты на Руси. Ну и, конечно же, главная черта русской культуры в этот период это ее религиозный характер. Можно сказать, что светской культуры в этот момент на Руси практически нет, и все, что есть, оно так или иначе связано с религией. Если строительство, то это в первую очередь храмы, если живопись, то в первую очередь иконы и фрески религиозного содержания, если литературные произведения, то это произведения так или иначе связаны с деятельностью русских монастырей, даже летописи русские именно там в монастырях пишутся. Вот такой вот церковный характер русской культуры в XIII-XV веках заставляет нас пристальнее взглянуть на историю самой Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь и христианская традиция важная часть нашей культуры, а в этот период она была, пожалуй, на своем своеобразном подъеме. Знаете, вот такой парадокс произошел. С одной стороны, разгром Руси просто таро-монгольского нашествия, с другой стороны, явный подъем Русской Православной Церкви. Наша Церковь играет очень большую роль в собирании земель вокруг Москвы. Мы уже говорили о деятельности митрополита Петра, который перенес престол митрополита Киевского и всея Руси в Москву, и о деятельности митрополита Алексия, которого можно во многом считать соправителем московских князей Ивана Красного и Дмитрия Донского. Наконец, деятельность святого преподобного Сергия Радонежского, духовного авторитета, основавшего один из крупнейших русских монастырей. Русская Православная Церковь в условиях ордынского владычества старалась сохранить свою религиозную чистоту, настаивая на истинности именно русской православной веры и в этом смысле категорически не принимая тлетворное влияние Запада. Западная христианская церковь, римская, католическая, старалась распространить свое влияние и на русские земли. Православная Церковь этому активно сопротивлялась не случайно. У нас наш известный полководец Александр Ярославич Невский был канонизирован русской церквью не только за свои победы над немцами и шведами, которые сегодня многие считают не очень крупными событиями, но в первую очередь за то, что не допустил на Русь католичество, жестко отказав послам Папы Римского. Не принимала русская церковь и идею унии с католичеством, которая в 15 веке во многом стала господствовать в умах константинопольских священников. Не случайно в 1448 году с избранием митрополиты Иона и собором русских епископов наши историки говорят об автокефалии, то есть самостоятельности, независимости русской православной церкви от церкви константинопольской, попавшей и под влияние католицизма, впавшей в грех униадства и оказавшейся в политической зависимости от неверных мусульман, турок, османов, покоривших Константинополь в середине 15 века. Однако, несмотря на попытку сохранения такой духовной чистоты, в нашей русской православной церкви, как, впрочем, и в христианской церкви Запада, эпоха Средневековья – это эпоха существования ересей, о которых, наверное, стоит сказать немножечко подробнее. Кроме того, наша церковь – это еще и крупнейший феодал, играющий очень большую роль в экономическом развитии Руси. Русские монастыри обладают большими земельными угодьями, которые постоянно прирастают за счет дарений, совершаемых нашими князьями и боярами. Наша церковь обладает немалыми богатствами, скажем, во времена ордынского владычества церковь была освобождена от ордынского выхода с церковных земель, ордынский выход не платился. Церковь – крупнейший собственник, церковь – богач. И у многих это возникает некоторое такое сомнение, а правильно ли церковь живет? Так же, как и на Западе, против католической, у нас против православной церкви возникает движение, которое стали называть движением нестяжателей. Тех деятелей церкви, которые призывали к бедности изначального христианства, призывали к отказу от мирских благ и мирских богатств, в первую очередь к отказу от земель. И вот этот вот процесс, процесс борьбы за отказ от церковной собственности в русской церкви получил название спора противоборства иосифлян и нестяжателей. Впрочем, наиболее серьезные события вот этого спора и противоборства приходятся уже на 16 век. И в нашей лекции о 16 веке, о ее культуре 16 века, мы этому вопросу спору нестяжателей и иосифлян, иосифа Володского и Нила Сорского посвятили достаточно объемный кусок. Повторяться не будем. А вот о ересях, пожалуй, поговорить было бы любопытно. Вообще-то ересей на Руси было много, достаточно разных, но, пожалуй, самые известные русские средневековые ереси – это ереси стрегольников и ереси жидов. Возникают эти ереси в первую очередь на северо-западе Руси. И здесь многие ученые отмечают, что это было европейское влияние. Для европейского средневековья было характерно распространение еретических течений, связанное во многом с распространением грамотности. Наши северо-западные земли – Новгород, Псков, Торговые республики – были во многом более грамотными, чем население, скажем, центральной части России, а значит читали священные писания, а значит могли сами размышлять о них. Кроме того, надо иметь в виду, что вот эти вот ереси появляются в Новгороде и Пскове не случайно. Одним из знамен объединения Руси вокруг Москвы было знамя Русской Православной Церкви. Первосвященники, московские митрополиты настаивали на том, что в религиозном отношении и Новгород, и Псков, и другие земли должны подчиняться в Москве, а значит должны подчиняться и в отношении политическом. А новгородцы крепко стояли за свою независимость, за старинные вольности города Новгорода. Новгородский сепаратизм в идеологическом отношении породил вот эти вот самые ереси. Первая из них это, конечно, ересь стригольников. Откуда произошло такое название, ученые ведут спор. Некоторые связывают это с тем, что сторонники этой ереси особым образом стриглись, другие выдвигают иные версии, но так или иначе в середине 14 века сначала в Пскове, а затем в Новгороде появляется вот эта ересь, которая в первую очередь базировалась на протесте против так называемой Симонии. Симонии в истории принято называть продажу церковных должностей, которая была широко распространена как в западной католической церкви, так и в восточной православной. В конце концов у нас сложилась в русской церкви такая традиция, что любой, кто желал занять высокий пост епископа, архиепископа, тем более митрополита, должен был внести немалый взнос денежный в церковную казну. Он даже получил специальное название «ставленная пошлина», которую платили священники за поставление на тот или иной приход. Но вообще-то продавать должности за деньги, это, наверное, как-то не очень по-христиански и не очень соответствует заветам Христа, который говорил, что скорее верблюд пройдет через угольное ушко, чем богач попадет в рай. Вот этот протест против покупки церковных должностей стал одной из причин формирования стрегольнической ереси. Сами стрегольники оставили нам очень мало документов, в основном мы о них знаем из того, что о них говорили их противники, героически стрегольников разгромившие. Мы из этого знаем, что стрегольники отрицали церковную иерархию, заявляя о том, что в их общинах каждый верующий сам себе священник. И в этом смысле ересь стрегольников несколько связывается с протестантистской, протестантской ереси в Западной Европе. Отрицали стрегольники монашество, как способ служения богу, заявляя о том, что служить богу надо в миру. Отрицали многие церковные таинства. И лидеры этих самых стрегольников своим последователям даже запрещали посещать церковные обряды и ритуалы в церквях. Естественно, что боролись с ними жестоко в московском летописном своде, лицевом летописном своде 16 века, где сообщения текстовые снабжены большим количеством иллюстративного материала, мы можем видеть замечательные гравюры, которые показывают, как наши представители ортодоксальной церкви боролись с этими самыми стрегольниками, казняя их смертную казнью, топя их в реке Волхове, заключая под стражу на строгое тюремное содержание до самой смерти. У нас есть такое представление о том, что по сравнению с западной католической церковью, русская церковь гораздо более миролюбива, гораздо более, я бы сказал, вегетарианским способом боролась за свое влияние. Да нет. У нас, конечно, не было инквизиции по западному образцу, но казни еретиков, в том числе и сожжения, в том числе и ауто-дафе, которые просто на Руси не назывались ауто-дафе, у нас тоже имели место. Особенно это было как раз в 14-15 веке. Второй ересью, пришедшую на Русь в этот период и хорошо известной историкой, является ересь жидовствующих. Вообще ересь жидовствующих сегодня звучит совершенно нетолерантно, потому что намекает на ее иудейское происхождение. Жидами на Руси долгое время называли евреев, точнее иудеев, сторонников иудейской религии. И вот эта ересь, о которой мы тоже знаем исключительно из сообщений ее противников, разгромивших с жидовствующих в дребезги и пополам, возникает во многом на основе иудейских вероучений, из которых в конце концов появилось само христианство. Ересь жидовствующих появляется в конце 15 века, и снова ее источником становится Новгород, поэтому неудивительно, где-то она может называться новгородско-московской ересью. Ученые считают, что возникает она на Руси тоже под европейским влиянием, где в 15 веке начинаются процессы, которые чуть позднее приведут к очень широкому распространению так называемой реформации. Конечно, к тому моменту, когда на Руси в конце 15 века появились жидовствующие, Мартин Лютер еще не прибил свои знаменитые тезисы, ставшие идеологическим манифестом протестантизма в Западной Европе. Но уже было, например, движение гуситов в 15 веке в Европе, которая выступала против католической церкви. И вот эти вот предреформаторские течения в Европе, конечно, оказали влияние и на Русь. Оказала влияние на появление этой ересьи и сакральная дата 1492 год. Согласно русскому церковному летоисчислению от сотворения мира, 1492 год должен быть стать 7000 годом в истории. И ждали этот год как год апокалипсиса, как год конца света. И вот такие вот, знаете, апокалиптические настроения, ожидания крушения всего очень характерно проявляются в русских летописях, описывающих тот период. Люди ждали конца света и поэтому в головах заводились всякие разные своеобразные мысли. Жидовствующие, точно так же, как стрейгольники, отрицали церковную иерархию и монашество. Говорят, что отрицали поклонение кресту, воспринимая крест не как символ святости, а как орудие пытки. Отрицали иконы, то есть изображения, говоря о том, что это есть творение кумиров, то есть идолов, что, в общем-то, Господь Бог истинный не приветствует. Отрицали и триединую сущность Бога, то есть, в общем-то, пошли против огромного количества тех догматов русской православной церкви, которые считались общепризнанными. И действительно, вот в этих вот идеях очень много связи с идеями иудаизма. Надо сказать, что жидовствующих поддерживали не только миряне. Надо сказать, что ересь жидовствующих нашла своих последователей не только в числе мирян. Многие представители священнического сословия Древней Руси восприняли эту ересь. Скажем, один из главных противников жидовствующих, известный церковный деятель Иосиф Володский, в своих сообщениях обвинял в этой ереси, ну или, по крайней мере, в покровительству этой ереси, митрополита Киевского и всея Руси Зосиму, который с 1490 по 1494 год возглавлял русскую православную церковь. Иосиф Володский митрополиту Зосиму не иначе как волком называет за покровительство этим самым еретикам. Надо сказать, что многие иерархи православной церкви активно с ересью старались бороться, и здесь себя наиболее ярко проявил ставший архиепископом новгородским священник Геннадий Гонзов, такова у него была фамилия, который не стеснялся применять против жидовствующих всевозможные кары и пытки, вырывание языка, сжигание, отрубание голов топления в Волхове, и это тоже отмечено в наших миниатюрах. Но ересь жидовствующих нас с вами интересует не только с чисто теологической, богословской, церковной точки зрения. Ересь жидовствующих оказала большое влияние на процессы престола наследия при великом князе Иване Третьем. Изначально вот этим еретикам, в числе которых было немало представителей боярского сословия и княжеской администрации, покровительствовал сам великий князь Иван Третий. Одной из идей жидовствующих была идея о том, что церковь должна отказаться от мирских богатств, в первую очередь от церковной земельной собственности, которая должна была быть, говоря так сказать, более модернизированным термином, секуляризирована, а по-простому говоря передана в собственность великого князя. С другой стороны, если наша традиционная церковь настаивала на старине и на сохранении феодальных вольностей и феодальных традиций, все-таки это из старей идет, то многие жидовствующие были сторонниками единой мощной самодержавной власти, как один бог на небе, так и один князь на земле. И такие идеи великому князю не могли не быть симпатичны. Тем более, что фактически правая рука Ивана Третьего в какой-то период, думный дьяк Федор Курицын, один из известнейших русских дипломатов и политиков того периода, откровенно стал потворствовать вот этой вот новгородско-жидовствующей ереси. А далее и жена наследника престола Ивана Молодого, Елена Стефановна Волошанка, тоже стала покровительницей вот этих вот самых московских еретиков из числа жидовствующих. Несмотря на то, что в 1490 году еретики на церковном соборе были заклимлены и даже преданы церковной анафеме, отлучены от церкви, более серьезных каких-либо наказаний в Москве, по крайней мере, для них не было. И своеобразной победой жидовствующих стало то, что в 1498 году сторонница традиционного православия София Палеолог, вторая жена Ивана Третьего, была отправлена в Апалу, а великим князем и соправителем Ивана становится его внук Дмитрий Иванович, сын умершего в 1490 году первого сына и наследника Ивана Третьего, Ивана Ивановича Молодого, и Елены Стефановны Волошанки, главной покровительницей жидовствующих в Москве. Дмитрий Внук становится великим князем, правда ненадолго, видимо, церковным иерархом, сторонником традиционной церкви, в первую очередь, конечно, тех, кого потом будут называть осифляне или иосифляне в честь Иосифа Володского, удалось убедить князя, что союз светской и церковной власти гораздо более важен. И уже в 1502 году высокие покровители еретиков Елена Волошанка и ее сын Дмитрий, внук великого князя, отправлены в опалу, заключены в тюрьму, а в 1504 году происходит собор на еретиков. Церковный собор 1504 года повелел казнить еретиков жестокими казнями и теперь вот эти вот казни еретиков происходят уже не только в Новгороде, но и в Москве и под топор попадают вполне себе высокопоставленные лица. Был казнен Геак Федор Курицын, был казнен его брат Иван, был казнен один из главных бояр в Боярской думе Григорий Мамон. В общем, казни эти были вполне себе схожи с тем, что творила в Европе инквизиция. Точно так же еретиков жгли, правда, не привязанными к столбам на потеху публики, а в срубах вырывали языки, топили в реках, ересь жидовствующих была подавлена, хотя остатки вот этих еретических верований продолжались достаточно долго еще существовать, и эта ересь еще проявит себя во время спора иосифлян и нестяжателей в первой трети XVI века. Вот такой вот была сложная церковная история, которая не всегда все выглядит исключительно благолепно, как нам об этом сообщают жития великих святых. Важным моментом в развитии культуры было и развитие географических знаний на Руси. Мы с вами знаем, что XV век это начало эпохи великих географических открытий, в конце концов именно в XV веке отправляется свое плавание Васко-Дагамо, знаменитый португальский мореплаватель, а в 1492 году Христофор Колумб, пытаясь найти западный путь в Индию, открывает новый континент, который потом назовут Америка. Но задолго до Колумба и Васко-Дагамы одно из значительных географических путешествий в Индию совершает русский тверской купец Афанасий Никитин. С 1466 по 1474 год Афанасий Никитин совершает длительный вояж по торговому пути, сначала по реке Волги, затем через Каспийское море в Хулагуидский Иран, а затем через Аравийское море в саму Индию, потом через владение турок-османов, через Крым, через Дикое поле он возвращается на Русь. По дороге он пишет замечательный памятник русской литературы «Хождение за три моря». И вот это вот произведение «Хождение за три моря», созданное в эпоху Ивана III, путевые записки Афанасия Никитина, свидетельствуют о том, что русские тоже принимали участие в великих географических открытиях, только делали их на свой лад. Сам Афанасий Никитин умер по дороге домой, но его записки были сохранены, и сегодня являются памятником и древнерусской литературы, и древнерусской культуры в целом. На родине Афанасия Никитина в Твери ему поставлен памятник, причем этот памятник расположен таким образом, что при определенном взгляде, он как бы состоит из двух частей, собственно монумент с фигурой Никитина, а также нос русской ладьи, на которой Никитин совершал свои путешествия, при определенном взгляде кажется, что Никитин стоит как раз вот на капитанском мостике своего торгового корабля. Не только географические сочинения в этот момент получают распространение. В 14-15 веках русская литература воспряла от того удара, который был нанесен эпохой монгольского владычества, распространяется грамотность на Руси. При царе, точнее великом князе Симеоне Ивановиче на Руси появляется производство бумаги, и это значительно облегчило книжное дело. Теперь уже не только на дорогущем пергаменте, тонко выделанной телячей коже, можно было писать книги, бумага была несколько более дешевой. С развитием грамотности меняется даже сам стиль написания русских летописей. На смену строгому уставному письму появляется полууставное письмо и даже скоропись. Расширяется ареал русского летописания. В первую очередь возникает как особое явление летописание московское, которое, конечно же, на центральное место ставят в истории князей московских из династии московских Рюриковичей. Первые московские летописи отмечены с 1325 года, с эпохи Ивана Данилыча Калиты, а в 15 веке создается такая вот большая, единая, всеохватная троицкая летопись московская. К сожалению, она до нашего времени не дожила, погибла в 1812 году, когда Наполеон сжег Москву. В том же 15 веке, и он, кстати, дошел до нашего времени, в конце века создается московский летописный свод, который лег в основу знаменитого лицевого летописного свода 16 века. Помимо летописных произведений, которые описывают события по годам, появляются у нас и такие компилитивные сочинения, которые называются хронографы. Хронографы — это сочинения по всеобщей, всемирной или по русской истории, но это такая своеобразная компиляция, без четкого привязывания к каждому конкретному году. Первый такой русский хронограф создает некий Пахомий Логофет в 1442 году. Потом традиция этих самых хронографов у нас будет продолжена. Расцветает пышным цветом в это время литература героическая. События русской истории, Батыева нашествия, борьба с Ордой не могли не найти своего отражения в русских сказаниях. И мы с вами знаем и знаменитая повесть о разорении Рязани Батыем, героическое сказание, в которой героем проявляет себя знаменитый легендарный Евпатий Калаврат, и написанное в 15 веке сказание о Мамаевом побоище, любопытное литературное изложение событий Куликовской битвы, и повесть о разорении Москвы ханом Тахтамышем, относящаяся к 1382 году. Все вот эти вот повести героические у нас входят в русские летописи отдельными вставными такими эпизодами, и оттуда из русского летописания доходят до нашего периода. Отдельной строкой, наверное, нужно сказать о появлении героической поэмы Задонщина. Куликовская битва в русской культуре нашла очень мощное отражение, и, видимо, значение ее понимали уже тогда. Поэтому не только литературная повесть о сказании о Мамаевом побоище была написана. Некий Сафроний Рязанец, видимо, монах из Рязанского княжества, пишет поэму Задонщина, которая подражает своим стилям знаменитому слову о пауку Игореве. И там поэтично описывается победа великого московского князя Дмитрия Ивановича над темником Мамаем на Куликовом поле в 1380 году. Поскольку у нас культура в этот момент очень и очень религиозная, во всех этих повестях звучат религиозные мотивы и мотивы объединения Руси под властью единого православного монарха. Кроме того, большое распространение в этот период получает так называемая житийная или агеографическая, как говорят ученые, литература. Появляется большое количество житий, которые описывают, во-первых, деятели церкви. У нас появляется в этот период житие митрополита Петра, житие митрополита Алексия, житие преподобного Сергия Радонежского, житие крестителя комипермятских народов Стефана Пермского, а также житийные произведения, которые описывают жизнь наших князей, так или иначе проявивших себя в борьбе за дело православия. Скажем, именно к 15 веку относится житие святого благоверного князя Александра Ярославича Невского или житие псковского князя Давмонта, который тоже был защитником православия от католического влияния на западных русских границах. Важнейшим элементом русской культуры того времени является архитектура. Границы Руси расширяются, границы надо укреплять, поэтому оборонительная архитектура получает очень большое значение и распространение. Тем более, что 15 век это век, когда на поля сражений постепенно выползает огнестрельная артиллерия, и старые древоземляные укрепления русских городов, детинцы уже не могут противостоять в должной мере огнестрельному оружию, необходимо строить каменные крепости. Именно вот как оборонительные сооружения, из дерева, из камня ли строятся многочисленные монастыри в землях северо-восточной Руси, а с расширением территории и на северо-востоке Руси, и на северо-западе активно начинают строить каменные крепости. Так, например, в 1333 году заменяется деревянный Кремль каменным в Великом Новгороде. Сегодня Новгородский Кремль, каким мы его видим, это памятник эпохи Ивана III. При Иване III к 1490 году Новгородский Кремль был перестроен как раз под учет требований современного на тот момент военного искусства. Точно так же создается каменный Кремль в пограничном Пскове и тоже в 15 веке строится в каменном формате. К 1367 году относится появление первой каменной крепости не в Семеро-западной, а в северо-восточной Руси. В 1367 году при князе Дмитрие Ивановиче Донском строится Московский Белокаменный Кремль, который впоследствии будет заменен Кремлем Краснокаменным. Но не только Кремли и детинцы городов укрепляются каменными стенами, строятся специальные каменные крепости в основном на пограничных территориях. В 1280 году на месте, основанной немцами крепости, строится русская крепость в новгородской земле, крепость Копорье, сохранившаяся до нашего времени. В 1330 году каменную крепость получает Изборск, такой, знаете, своеобразный форпост Псковской земли на границе с Ливонским орденом. Против шведов строится в 1352 году в новгородской земле крепость Орешек, а в 1384 году крепость Ям. В конце концов, уже после присоединения Новгорода к Москве на самой границе с Ливонским орденом, напротив ливонского города Нарва, в 1492 году строится крепость, названная именем Великого Московского князя, крепость Ивангород, одна из самых современных каменных крепостей на тот момент. Большинство этих крепостей сохранились до нашего времени, и мы можем увидеть, как выглядели их стены. Однако не меньшее значение, чем оборонительная архитектура, играет архитектура церковная. Церковь играет в этот период роль главной идеологической скрепы, соединявшая в духовном смысле русские княжества, отдельные раздробленные в единое государство. Поэтому создается немалое количество монастырей и просто отдельно стоящих храмов, как московских, так и местных. Если проанализировать вообще развитие нашей архитектуры церковной, можно сказать, что достаточно ясно видно, как пострадала церковная архитектура от монгольского нашествия. До конца XIII века практически нигде по Руси каменные храмы не ставятся, ставятся только деревянные. А когда они начинают ставиться с XIII века, в первую очередь с земли новгородской, сохраняется долго более дешевый, менее затратный, однокупольный стиль. Именно в новгородской земле мы видим такие замечательные храмы, сохранившиеся до нашего времени, как Церковь Николы на Липне. Созданная в конце XIII века неподалеку от Новгорода, Церковь Николы на Липне сохранилась до нашего времени и выглядит замечательным памятником русского каменного зодчества. Другими известными новгородскими однокупольными храмами стал построенный в 1360 году храм Федора Старкилата на ручью в Новгороде или Церковь Спаса на Ильине улице, построенная чуть позже в 1374 году. К концу XIV века начинается каменное строительство и в низовых землях. В землях Московского княжества, где сначала тоже у нас в основном господствуют однокупольные храмы, но затем с расширением границ необходимо и каменным строительством подчеркнуть величие московского государства. И в XV веке мы видим уже многокупольные храмы, в которых сочетаются элементы византийского и древнерусского стиля. Правда, строят эти многокупольные храмы в основном нерусские, мастера. Из московских однокупольных храмов стоит отметить построенный в 1400 году Успенский собор в городе Звенигород или там же в Звенигороде возведенный в 1405 году собор Савино-Старожевского монастыря, рождественский собор Савино-Старожевского монастыря. Связывают вот эти вот соборы с деятельностью известного князя Юрия Дмитриевича Звенигородского, одного из героев феодальной войны на Руси в середине XV века. В Троице-Сергиевой лавре под Москвой в 1422 году строится Троицкий собор, тоже сохранившийся до нашего времени. А древнейшим из московских, собственно, московских храмов является построенный в 1427 году собор в Спасо-Андронниковском монастыре в Москве. Вот это вот древнейшее из тех каменных строений, которые на территории Москвы находились. Когда московское государство возглавил Иван Третий, он, прекрасно понимая, что мы не в изоляции находимся, активно привлекает к строительству в Москве итальянских мастеров. Итальянские деятели эпохи возрождения, которая уже начинается там, в Европе, конечно, были прекрасными специалистами. И неудивительно, что, используя связи в Италии своей второй жены, Софии Палеолог, Иван Третий активно приглашает итальянцев в Россию, обеспечивая им возможность приносить русскому государству пользу. Самый известный из этих приглашенных итальянцев, это, конечно, Аристотель Фиараванти. Пушечных, колокольных и монетных дел мастер Аристотель Фиараванти, если верить легенде, в своей родной Италии чуть было не загремел пожизненно в тюрьму за махинации с монетой, которая оказывалась несколько легче, чем требовалось по нормам того времени. На Москве Аристотель Фиараванти отливает пушки и колокола для Ивана Третьего. Как говорят, командовал именно он артиллерией в походе на Новгород в 1478 году. А еще Аристотель Фиараванти строит главный храм русской православной церкви. В 1475 году Аристотель Фиараванти начинает строительство каменного Успенского собора в Кремле, который сегодня является кафедральным собором наших русских православных патриархов, а тогда был кафедральным собором русских митрополитов. Это главный храм московского Кремля. Изначально этот храм начали строить на месте пришедшего в негодность храма, построенного еще в эпоху Калиты. Однако псковские мастера, которых пригласили для строительства, не смогли построить собор достаточно надежным. И в результате, как писали летописи, труса, то есть землетрясения в Москве, в начале 70-х годов 15 века почти построенный Успенский собор обрушился, а вот дальше его снова возводит Аристотель Фиараванти. В качестве образца, что характерно для этого собора, был выбран не византийский храм Святой Софии. В этот момент русская православная церковь подчеркивает свою автокефалию, свою независимость от впавшей в греху неадства православной константинопольской церкви. Поэтому в качестве образца мы берем истинно православный русский храм, Великий Успенский собор в городе Владимире. И вот по его образцу возводится замечательное здание Успенского собора в Кремле, которое сегодня поражает своей красотой и величием. Аристотель Фиараванти прославился еще и тем, что начал строительство нового московского Кремля. Кремль, построенный из белого мягкого известняка при Дмитрии Донском, постепенно приходит в негодность и с 1485 года разрабатывается проект строительства нового краснокаменного московского Кремля, который приписывают к руке, к идее, к голове Аристотеля Фиараванти. Строил ли сам Фиараванти стены и башни московского Кремля, сказать сложно, но то, что в строительстве краснокаменного Кремля, такого, какого мы видим его сегодня, и такого, каким мы его видим на акварели Аполлинария-Воснецова, приложили руку итальянские мастера, это бесспорно. Краснокаменный Кремль наполняется и другими храмами. Приглашенные псковские мастера в 1489 году ставят Благовещенский собор в Кремле, который являлся домовой церковью великих русских князей. Небольшой, расположенный рядом с царским, точнее с Великокняжеским дворцом, Благовещенский собор служил для таких вот, знаете, личных молебнов Великого князя. Два итальянских архитектора, Марко Руффо и Пьетро Антонио Салари, которых называли Марком Фрязиным и Петром Фрязиным на Руси, в 1487-1491 году возводят в Кремле знаменитую Грановитую палату. Грановитая палата, конечно, не храм, но тоже очень важный элемент в кремлевском ансамбле архитектурном. Это были торжественные палаты. С Красного крыльца этой Грановитой палаты провозглашались княжеские, а потом царские указы. В Грановитой палате встречал своих гостей и послов иностранных государств Иван Третий. Говорят, что вот именно с лестницы этой самой Грановитой палаты он спускал послов великого ордынского хана Ахмата перед тем, как отправиться на Угру. Но это в чистом виде легенда, хотя бы потому, что на Угру отправились в 1480 году, а начали строительство Грановитой палаты только в 1487. Уже в начале 16 века итальянский архитектор Олевиз Новый или Олессио Нови, как его звали в Италии, строят еще один замечательный Кремлевский собор, Архангельский собор Кремля, который стал усыпальницей, погребальным собором для правителей Московского государства. Вплоть до Петра Первого великие князья московские и цари московские будут похоронены в склепах Архангельского собора, построенного Олевизом Новым. А дальше уже в правлении Василия Третьего продолжится строительство храмов именно итальянскими мастерами. Говоря о русской культуре того периода, нельзя пройти мимо живописи. Наверное, первое, что вспоминается, говоря о русской культуре того периода, это имя замечательного живописца Андрея Рублева. Вообще, в живопись того времени, это живопись сплошь и полностью церковная, русские иконы, выполненные либо в иконописной технике, то есть на деревянных досках, либо в технике фрески, то есть росписи по сырой штукатурке, в этот момент действительно достигают, пожалуй, своего пика. Вот этот период XIV-XV века, это высший взлет русской иконописи, связывается этот взлет с именем замечательного иностранца, приехавшего на Русь, византийского художника Феофана Грека. Иконописец Феофан Грек сначала работал в Новгороде, и в храме Спаса на Ильине улице сохранились фрески, которые приписывают к руке вот этого самого деятеля. Он же участвовал в росписи Архангельского собора Кремля, но не того Архангельского собора, который построил Олевис Новый, а изначального Архангельского собора, более ранний, который до нашего времени, естественно, не сохранился. Но сохранились некоторые иконы на досках, которые создавал Феофан Грек. Грек, скажем, именно его руке приписывается икона преображения Господня или икона знаменитой Богоматери Донской, которая была написана в честь победы Дмитрия Ивановича над Мамаем на Дону на Куликовом поле. Впоследствии вот эта Богоматерь Донская будет находиться в Донском монастыре, основанном как раз в честь вот этой вот самой победы под Москвой. Феофан Грек замечательен не только тем, что он просто великолепный художник, оставивший замечательное произведение. Он еще и человек, который передал свое искусство русским мастерам. Мы не очень много знаем о жизни учеников Феофана Грека, просто их имена упоминаются в летописях в связи с некоторыми произведениями. Но такие имена, как Прохор из Городца, Даниил Черный и, конечно же, Андрей Рублев. Это золотой фонд русской иконописи. Прохор из Городца в 15 веке расписывает Логовещенский собор Кремля. Даниил Черный вместе с Андреем Рублевым участвует в росписях Успенского собора во Владимире, который подвергался реконструкции. И сегодня во Владимирском соборе мы можем видеть фрески как раз вот этого самого 15 века за авторством Данила Черного и Андрея Рублева. Ну и Андрей Рублев, это, конечно, вот, что называется, топ из топов русской иконописи. Самое главное его произведение, наиболее известное, это икона Троица, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее, икона 15 века, изображавшая трех ангелов, которые должны были олицетворять три состояния Господа Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Не случайно вот эта вот Троица ангелов у нас такая икона стиля своего рода. Уже потом, в 16 веке, когда Иван Грозный соберет церковный стоглавый собор, одним из решений этого собора будет то, что именно тот стиль иконописный, который выработал замечательный наш Андрей Рублев, должен быть стилем классическим, каноническим стилем написания русских икон. Руке Рублева принадлежит и икона апостол Павел, сохранившаяся до нашего времени. Неудивительно, что этот человек удостоился собственного памятника. В Москве Андрею Рублеву стоит памятник неподалеку от музея, связанного с его именем. Вот такой вот была русская культура. 13-15 век, время постепенного подъема, совпавшего с объединением земель вокруг Москвы. И это неудивительно, только большое и сильное государство может позволить себе тратить немалые средства на развитие культуры. Эта культура в основном была религиозного содержания, в основном это была церковная культура. Светская культура у нас появится только в конце 17 века и получит полное воплощение при Петре I. Но это будут дела уже далеко последующих лет и последующих лекций. Большое спасибо за внимание, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»